В этой программе мы не ностальгируем по давно прошедшим временам, а лишь пытаемся понять, какой опыт Советского Союза можно применить в современной России. Здравствуйте! В эфире программа «Рожденный в СССР» и я ее ведущий Игорь Бабков. Сегодня, уважаемые телезрители, мы будем рассматривать письма, которые в большом количестве поступают в нашу программу и я вполне резонно могу понять всех наших телезрителей, которые смотрят нашу программу, что может быть для кого-то это будет являться последней инстанцией в защите собственных гражданских и конституционных прав. Поэтому я просто в каждой программе обязан озвучивать все письма, давать им соответствующую оценку, чтобы наша общественность видела и слышала, как граждане борются за свои права. Письм становится все больше и больше, но в любом случае мы будем их прочитывать все. Совершенно правильно. Будем прочитывать их все, но я так думаю, что за нашу короткую передачу мы все письма не успеем, естественно, озвучить, а хотелось бы дать им обстоятельную оценку. Обратился к нам Шулунов Владислав Федорович. Шулунов Владислав Федорович регулярно звонит по телефону и он уже отправил второе письмо с просьбой продолжить его жизненную эпопею борьбы, его собственной борьбы за свои законные права. Он пишет, мой случай уникальный во всех отношениях. Будучи лишен квартиры и увязания в банковских кредитах под давлением бандитов из секты и риэлторов-коллекторов, я защищаюсь. Был приговорен к отбытию наказания в тюрьме. Он не стесняется говорить этих слов. Также он пишет, я был неоднократно избиваем, запуган угрозами жизни моей маме и сестре, отравлен психотропными веществами, у меня отобрали квартиру, сбережения, сделали должником банка. Общая сумма, в результате которой он стал должником банка, составляет около трех миллионов рублей. Я не удивляюсь, потому что есть следующее письмо. Каким образом наши банки быстро дают кредиты? Некоторые граждане могут ходить годами, не могут получить кредит. А вот есть у нас специальная организация, вот одна из таких организаций, Тяньши. Здесь есть вот перечисленные фамилии их руководителей. Каримова Регина Тагировна, Каримов Решат Нуриманович, быстренько приводят пенсионерку, желательно как можно более пожилую, ведут ее в банк, та получает кредит, естественно забирают эти кредиты и фактически оставляют гражданку ни с чем. И она просит помочь нашу передачу озвучить этих недобросовестных коммерсантов, которые приводят, обрабатывают в своих организациях пожилых людей. Они естественно обстоятельно прорабатывают, узнают все о соискателе. И если нет детей, которые смогли бы заступиться за своих пожилых престарелых родителей, обрабатывают их, ведут в банки, уговаривают получить кредит и на эти кредиты, всучивают какую-то свою продукцию, с которой после этого пожилые гражданки не знают, что и делать дальше. Очень тонкий такой психологический момент. Понятно, почему пенсионеры в основном попадаются, потому что, во-первых, делают акцент на том, что эти таблетки или что там они продают, помогут их здоровью. А второе, люди очень внушаемые в силу возраста. А причем кредиты-то огромные, там сумма и 50, и 60, и 100 тысяч рублей. А для пенсионеров, так вообще это космос. Кредиты огромные, так эту гражданку Кириллову Ольгу Бедную, Кириллову Ольгу Филипповну уговорили взять кредитов на сумму 570 тысяч рублей с залогами ее собственной квартиры, уважаемые граждане. А что в итоге она приобрела-то на эти деньги? В итоге она приобрела какие-то непонятные для себя, какую-то непонятную для себя продукцию, какие-то БАДы, и ей сказали, что ты должна сама их употреблять, эти БАДы. Ешь, питайся этими БАДами сама, можешь продавать. И Ольга Филипповна пишет, что я вложила эту сумму, и якобы я стала дистрибьютором шести звезд, ничего в этом не понимая. Почему эти недобросовестные руководители не объясняют пожилым, престарелым гражданам, что их может ожидать в будущем? Ну, они просто запудривают мозги. Живите на свою пенсию, уважаемые пенсионеры, не ходите ни к каким дистрибьюторам, помогайте своим родственникам, своим детям, своим внукам, но не связывайтесь с подобными прохиндеями. Еще очень популярно, кстати, по квартирам разносят суперпредложение, купите там что-то или то-то. Лучше вообще дверь никому не открывать, если ты пенсионер, мне кажется, ничего не покупать с рук. Совершенно правильно. Все можно купить в магазине. Ничего не нужно покупать с рук. Никого не запускайте в свои квартиры, не открывайте двери, не отвечайте на незнакомые звонки, потому что когда вам звонят с какого-то неизвестного телефона, могут осуществить подключение очередной программы, которая будет снимать денежные средства с вашего лицевого телефонного счета, и вы в итоге не сможете разговаривать со своими родными и останетесь фактически без денег. Дальше у нас есть очередное письмо гражданке Усовой. К сожалению, инициалы имя, отчество гражданка Усова я не знаю, поэтому прошу вас позвонить, и мы с вами обсудим. У вас очень большое письмо, я изучил обстоятельно ваше письмо, оно полное слез и страданий. Как вы боретесь за свои права с нерадивой управляющей компанией, с ТГК-14? 15 лет гражданка Усова борется за свои права, она пишет. Заводились заочные иски с нарушением законов, самовольно взыскивали деньги из пенсии. Кстати, очень много граждан, особенно пенсионеров, жалуются, что они не знают о том, что с них взыскивают. На каком основании взыскивают? Видимо, проводятся заочные решения судебные посредством обращения ТГК-14. А кроме того, если учесть, что пенсия 8-9 тысяч, а прожиточный минимум у нас около 15 тысяч, то в принципе не имеет права с этой пенсией удерживать что-то, потому что сумма-то очень маленькая. Удерживают, удерживают, это не первое обращение, потому что очень много звонков поступает в наш адрес на телефон 64-80-19. Телефон для справок. Но, уважаемые телезрители, обязательно пишите письмо. Бумага все стерпит, это самое лучшее. Мы ваше письмо озвучим в эфире телекомпании ТВКОМ на программе «Рожденный в СССР». Она борется. Жалоб много, и вот прошел форум прокуратуры по ЖКХ, теме ЖКХ, и там назвали конкретные цифры. Сколько, на какую сумму коммунальщики обманули в прошлом году наших горожан, граждан Бурятии? Озвучите? Совершенно правильно. Уважаемая гражданка Усова ВС, состоялся в Бурятии форум. Форум этот проводил, проводила его прокуратура Республики Бурятия по вопросам ЖКХ. И, естественно, среди участников было немало тех, кто возмущен отношением читинской компании-монополиста к бурятским потребителям. И сегодня прокуратура вместе с общественной палатой вывела такие шокирующие факты. Оказывается, за прошлый год по предписаниям жилищной инспекции населению города сделали перерасчет, хотя для начала немного, всего лишь 12 миллионов рублей. Но с начала 2018 года уже на 8 миллионов рублей и только по письменным обращениям граждан. Это только те, кто заметили и доказали. Кто заметил. А сколько еще человек, кто не обратились? Кто заметил и доказал подобные нарушения, сделали финансовый перерасчет и есть судебное решение. Но у нас 2500 благоустроенных домов. Сколько из этих домов пользуются общедомовыми приборами учета? Поэтому, уважаемые граждане, все средства массовой информации написали про это вопиющее беззаконие. Если вы считаете, что вас незаконно обсчитали со стороны ТГК-14, пишите заявление. Заявление подавайте в жилищную инспекцию, в прокуратуру, в Роспотребнадзор. Боритесь за свои законные гражданские права. Ну вот тема ЖКХ сейчас ее активно обсуждают и в свете праймерис, Единой России. Праймерис это выборы перед выборами. И вот, например, на 10 округе, где, кстати, я знаю, что вы тоже участвуете, да? На 19 округе. А, вы на 19 округе. На 19 округе. Я участвую в праймерис на 19 округе. Это левый берег? Это левый берег, это поселок Заречный, поселок Солдатский, аэропорт Хой-Тубе, поселок Исток, поселок Тулунжа. Ну вот 10 округ, Виктор Ербанов высказался, что он тоже кандидат. И что праймерис это просто обсуждение, это полить воду, что вопросы не будут решены. И вот я цитирую. Нет конструктивного предложения о пошаговых действиях, одни только лозунги и призывы. Землю крестьянам, заводы рабочим, как плохо живется на Руси. Кандидаты на соседних округах активно пишут. Дебаты прошли активно, плодотворно, обсудили вопросы, решили очень много задач. Вы о чем? Какие вопросы и задачи? Прошлись по ушам избирателей и все. Как вы думаете, по ушам избирателей или все-таки есть смысл какое-то зерно в этих праймерис Единой России? Определенное зерно в этих праймерис есть, потому что я всегда считал и считаю, что только посредством публичных дискуссий, посредством политических дебатов можно доказать, гражданам можно доказать, избирателям свое политическое нутро. И если вы сможете в этой дискуссии доказать, сможете убедить в том, что вы тот единственный кандидат на должность депутата Народного хурала по вашему округу. Александр, давайте тогда подождем отзывов наших телезрителей по поводу праймерис. Хотят ли участвовать? Что думают по этому поводу? И поговорим об этом в следующей программе. Давайте поговорим в следующей программе. Всего хорошего. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин